всем привет с вами снова александр и в продолжении обзоров на бренд грака хочу вам весь модельный ряд рассказать но текущий который сейчас продается по этому бренду все обзоры я сделаю сегодня с вами будем изучать модель на утилус это универсальное кресло 1 2 3 категория с 9 месяцев до 12 лет и начнем мы с вами обзор с уровня безопасности насколько она безопасна если вы позайдете на адак ссылку кстати на мир автокресел я добавлю и там в характеристиках есть прямая ссылка на это кресло на адаке вот неплохие оценки получила на адаке поэтому ребенка можно доверять много положительных оценок там же не один балл по пунктам пройдите посмотрите принципе очень даже неплохое кресло поэтому как вариант можно его рассматривать смело и что в нем интересного как крепится сейчас мы посмотрим с вами как ребенка посадить все это разберем в целом а модели да я бренди них если пройтись по модельному ряду видно что здесь очень большой упор сделан на простор на посадку ребенка ну то бишь на комфорт то касается с комфорта здесь вообще отлично если мы начнем щупать мягко 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 достаточно мягко подлокотники они не мягкие они просто резиновые такие плоская прорезиненная поверхность но к сожалению нет подушечек на подлокотниках но все же из-за того что они резиновые никак не напрягает и плюс из-за того что опять же прорезинный не скользит и из атрибутов комфорта у нас еще есть подстаканники и здесь по бокам две ниши чувствую для всякого хлама для крошек от печенья ну во всяком случае они там есть вот давайте посмотрим теперь как она крепится потом покажу вам как наклоняется и все остальное что касается крепления сейчас она уже стоит так как камера у нас той стороны вы видите уже как она проведена и защелкнута сейчас я вам покажу с этой стороны по поводу крепления с этой стороны с этого ракурса вам видно у нас получается ремень проходит внутрь с той стороны достается и защелкивается верхняя часть ремня которая идет она проходит здесь специальным направляющим зажимом и пропускаем сюда ремень после чего просто вверх натягиваем и она прижимается как вкопанное вот это крепление которое используется для ребенка первой категории вот так она крепится у нас для первой категории а когда ребенок уже подрастет ремни здесь просто-напросто демонтируется из кресла вот эти пятиточечные и ребенок сам ребенок пристегивается уже взрослым ремнем ну маленький ребенок у нас так как маленькими пятиточечными ремнями они у нас везде естественно с мягкими накладками со специальным материалом на ремнях чтобы не скользил ребенок при дтп лучше фиксировался это как бы норма для нормальных кресел также для маленького ребенка у нас здесь есть сейчас покажу вам какой здесь вкладыш стоит вот такой вот установлен вкладыш не то что прям мягкий мягкий но для маленького ребенка повторюсь делает положение более комфортным соответственно ребенок вырос убираем его эти ремни демонтируем и выстегивается ребенок уже и замечу кресло с ребенком через взрослый ремень здесь подголовник как я уже во всех обзорах говорю есть направляющий ремень обязательно проводится здесь никак иначе только здесь и следите чтобы высота подголовника до плеча ребенка вот это вот место было не больше двух пальцев и не меньше одного это правильное положение ремня на ребенке это очень важно для безопасности чтобы ремень не попадал на горло ребенку сами понимаете это будет беда вот собственно вот так вот пристегивается кресло с ребенка в автомобиле начиная с группы 2 то бишь от метра все вот таким путем мы пристегиваемся вот что касается наклона я вам обещал показать здесь система наклона вот видите здесь у нас вот такая площадка то бишь если мы пододвинем вот так это у нас будет обычное положение сделаем вот так то получаем вот такой наклон я бы не сказал что здесь наклон сильный программа минимум вот меньше уже точно будет плохо вот так в принципе сойдет не могу сказать что посадка тут мега вальяжная но достаточно как показывает практика что касается материалов в самом кресле здесь нету премиум материалов сразу вам говорю ну и ценник них не самый высокий у этих кресел вот ткани главное не раздражают тактильно ребенок где вот будет касаться ткань достаточно приятная на ощупь и сразу чувствуется что достаточно износостойкая это вы знаете дорогого стоит кресло будет у вас достаточно долго сохранять товарный вид скажем так и так что я вам еще не рассказал как регулируется у нас подголовник на какую высоту вот вы видите здесь при реально большой ребенок поместится то бишь достаточно надолго вам его действительно на самом деле хватит просто отлично и он очень мягкий прямо действительно мягкий подголовник это на самом деле не везде бывает так что касается кресла мне добавить больше нечего могу лишь только сказать двух словах с мое мнение грака бренд как таковой для меня новый бренд я не сильно знаю что это за компания как-то много лет назад сталкивался но даже не помню но вот сейчас в мире автокресел не появились начал изучать и могу сказать не в самый высокий класс но хороший середнячок цена-качество соотношения учитывая что еще бренд оказывается достаточно известный такой во многих кругах американцев особенно вот то цена-качество отношения хорошие если что-то подобное ищите можете смело на него обратить внимание по поводу угла наклона вот из минусов хотелось бы чуть чуть побольше вот как по мне а в остальном за эти деньги вполне себе хороший вариант поэтому советую приглядеться на ссылочку естественно мир автокресла на него я вам не составлю внизу в описании вот собственно и все спасибо большое мир автокресел за предоставлено кресла на обзор а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора автокресла нашего ребенка до свидания